Слушание по делу об убийстве Олега Дергилёва впервые проходит в присутствии новой коллегии присяжных. Её пришлось формировать, потому что один из прежних заседателей скрыл судимость у родственника. Сейчас присяжных только знакомят с эпизодами дела. Слушание идёт за закрытыми дверями. На заседание с участием присяжных посторонним вход воспрещён, чтобы ничто не повлияло на ход дела. В сопровождении конвоя в зал заводят четверых подозреваемых. Мужчины оживлённо здороваются с адвокатами и журналистами. Я был вынужден. Дергилёва. Кроме того, в ходе убийства у него также были похищены денежные средства, которые у него находились при себе. Это около 1 миллиона рублей. Кроме того, также они обвиняются в том, что было приобретено оружие и боеприпасы, с помощью которых его убили. Защитники подозреваемых с обвинениями не согласны и надеются убедить новых присяжных заседателей, что подсудимые перед законом чисты. Мы перед собой ставим задачу исключительно оправдания, потому что они не причастны к совершению данного преступления. На мой взгляд, у всех есть алиби, убедительные. Мой подзащитный в то время там не находился на месте совершения преступления. Если вину четверых подозреваемых всё-таки докажут, каждому из них грозит срок до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.